В Кирове появится союз управляющих компаний. По задумке он должен повысить эффективность работы системы ЖКХ. Ассоциация должна стать площадкой для диалога с жителями и с властями. Будет ли союз управляющих компаний выступать в интересах собственников, выясняла Зоя Зотова. Сейчас в Кирове насчитывается около 120 управляющих компаний. В целом же по региону их больше 280. Но далеко не все из них выполняют свои обязанности в соответствии с законодательством. Поэтому от кировчан на такие управляющие компании постоянно прилетают претензии и жалобы в различные ведомства и контролирующие органы. Но деятельность системы ЖКХ хотят упорядочить и сделать цивилизованной. Избавиться от бесконечных взаимных обвинений как со стороны собственников, так и со стороны управляющих компаний и городской мэрии. И перейти к диалогу и решению проблем. Для этого в госжилинспекции предложили объединить коммунальщиков и ресурсников и сформировать ассоциацию управляющих компаний Кировской области. Кировчане уже настроены скептически. Лучше, чтобы было единое, у каждого свое. Они будут точно работать. Мне кажется, это будет более эффективно, нежели они в один союз объединятся. Не думаю, что это как-то чему-то поможет. Что там, ну, скорее всего, ну вот все эти управляющие компании будут. И, ну, если поменяется, то мало что-то. Тем временем уже создан организационный комитет. В него вошли четыре управляющие компании. И, как заявляют сами их представители, создание Союза УК будет серьезным шагом для развития системы ЖКХ. Ассоциация создается для того, чтобы упорядочить управляющие компании, чтобы выявить добросовестные управляющие компании, выявить недобросовестные, которые работают только на получение прибыли и выгоды какой-то. Ну, для жильцов ничего не делают. Ну, а также для работы все-таки с правительством, принимать какие-то правовые акты, чтобы услышать мнения управляющих компаний, коммунальщиков. Но у экспертов уже масса вопросов, будет ли ассоциация работать на благо жильцов дома, более оперативно решать их проблемы. Ведь об этом нигде не говорится. Также нет конкретики, что входит в перечень обязанностей ассоциаций. Я пока не увидел ни цели, ни задачи, ни вида деятельности, которые будет эта ассоциация заниматься. Так как предложение шло сверху, то создание этой ассоциации предполагается в помощь, я так подозреваю, что органам государственной власти. Тем временем, 14 октября уже состоится первое заседание рабочей группы ассоциаций управляющих компаний. Там они и обсудят, чем именно будут заниматься. Зоя Зотова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.